МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Начнем с того, о чем сегодня без преувеличения говорит весь мир. Олегу Сенцову, 42 года, и сегодня же 61-й день его голодовки. Акции в поддержку Олега состоялись и в Украине, и в других странах. Самая массовая в Киеве, на Майдане. Сейчас там находится наш корреспондент Алексей Пшемыский. Давайте у него узнаем, с каким настроением собрались люди и продолжается ли акция до сих пор. Алексей, приветствую. Что сейчас происходит на Майдане? Прошу. Алексей, добрый вечер. Акция на Майдане здесь в центре столицы в поддержку Олега Сенцова началась чуть больше часа тому назад. И вот буквально несколько минут тому назад практически все люди, кто принимал в ней участие, пошли большой колонной в сопровождении полиции к посольству Франции здесь неподалеку, чтобы, видимо, больше повлиять на позицию Эммануэля Макрона в его возможных переговорах с Путиным по поводу освобождения украинского политзаключенного. Скажу, что людей здесь было достаточно много. Здесь также была сестра Олега Сенцова, Наталья, и родственники других украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России. Ну, конечно же, все здесь надеются услышать какие-либо хорошие новости касательно возможного освобождения Олега. Ну, и скажу, что такие надежды небезосновательны. Сегодня известный журналист Сергей Лойко на своей странице в сети Facebook написал о том, что, по его информации, Олега Сенцова могут освободить уже в ближайшие дни. Якобы, по источникам журналиста, это может произойти накануне встречи Путина и Трампа, который, напомню, должен состояться уже в этот понедельник в Хельсинки. Скажу, что сегодня также мама Олега Сенцова, Людмила, сообщила журналистам о том, что еще 22 июня она направила российским властям прошение о помиловании Олега. И вот эти ее слова прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что прошение обязательно рассмотрят, однако добавил, что в Кремле его якобы до сих пор не получили. Ну, и скажу, что сегодня впервые за последние два года появилось видео с Олегом. Эти кадры были сняты в колонии, где он находится. Находится еще в конце мая, на 18-й день его бессрочной голодовки. Напомню, что Олега Сенцова незаконно в России приговорили к 20 годам колонии строгого режима по явно надуманным обвинениям в якобы подготовке теракта в Крыму. Сейчас он находится в колонии Лабытнанги, в Заполярье. И вот сегодня 61-й день его бессрочной голодовки, которую украинский режиссер объявил с требованием к российским властям освободить всех украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России. Ну, и добавлю, что вот участники акции обещают после посольства Франции вновь вернутся на Майдан и здесь продолжить эту акцию в поддержку Олега. Алексей. Спасибо за эти новости, коллега. Алексей Пшемыцкий был на связи со студией подробностей недели. О судьбе украинских заложников говорили на этой неделе и в Европе на переговорах с участием президента Петра Порошенко. Например, в интервью одному из французских телеканалов президент Украины сказал, что Эммануэль Макрон обязательно поднимет этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Также хорошо проинформированы об украинцах, которых удерживают в России и на оккупированных территориях, и другие главы государств, встречи с которыми провел Петр Порошенко. Ушли по-депутатски. Уже типично для наших политиков заканчивать сезон переносом решения принципиальных задач на будущее. Центры сберком не договорились. Евробляхеры на осень смогли добиться своих требований разве что шахтеры. Анализ последней пленарной недели, восьмой сессии Верховной Рады, материали моих коллег. Уходящая парламентская неделя как последний шанс принять то, что не успели. Но депутаты и этим шансом пользоваться не спешили. Каждая фракция та группа, которая называет себя демократичной, обещала своим выборцам заменить старые кадры Януковича в Центрвиборчкоме. У меня нет кнопки 226, поэтому мне доводится опираться на позиции и решения фракции. Начать неделю БПП решили без демаршей и анонсировали четвергую итог переговоров по Центрвиборчкому. Тем временем в другом конце зала требовали заняться социальными вопросами и немедленно пересмотреть бюджет. Еще и евробляхеры заблокировали одну из двух главных политических улиц страны Грушевского. В четверг нардепы как будто опомнились. Первая депутатская ЗАК касалась изменения закона об антикоррупционном суде. Суд, созданный не просто под НАБУ. Суд, созданный для того, чтобы выносить выроки по высокопосадовцам. Поэтому апелляция должна стоять всех справ, которые подслужны Национальному антикоррупционному бюро. Все это ради МВФ. Депутаты были откровенными. Проверяли только то, насколько новации соответствуют требованиям фонда. Контролировать голосование в Раду даже премьер приехал. Все справы, которые подслужны Национальному антикоррупционному бюро, передаются до высшего антикоррупционного суда. Если они находятся в первой инстанции, они передаются в первую инстанцию, в апелляции передаются в апелляцию. Это 100% выполняет требования МВФ. Коллеги, привет! МВФ удовлетворили, а вот евробляхеров нет. Пришлось сегодня, в традиционно полувыходную пятницу, созывать депутатов в зал. Такая мобилизация в конце недели явлений сенсационной для Верховной Рады. Базовая ставка для автомобилей на бензиновых двигунах 50 евро, на дизельных двигунах 75 евро за 1000 кубических сантиметров. Застосование двух коэффициентов объема и века очень просто можно пораховать. То есть автомобиль 2000 кубических сантиметров будет базовая ставка 150 умножили на 2. И далее смотрите, если автомобилю 10 лет, это будет 100 умножить на 10, 1000 евро акциз. Мы пораховали, таким чином пораховали ставки акцизного податка, чтобы, например, на автомобиль Volkswagen Passat 2-литровый бензиновый 2001 року выпуску, акциз становив приблизительно 350-360 евро. Таким чином, чтобы людям это действительно было доступно. Мы голосуем за законопроект, который даст возможность платить помирные податки для украинцев. Но никто из вас, тех, кто тут выступает и борется за людей, не сказал ключевого. Для того, чтобы люди могли купить машины или хотя бы самокаты своим детям или велосипедам, у них должна быть достойная зарплата и работа. Законопроекты приняли за основу, продолжат рассматривать осенью. Зато шахтеры могут выдохнуть. Их протесты принесли результат уже сейчас. Мы были одним из инициаторов этого закона. И мы поддержали этот законопроект. Поэтому я доволен, что наконец люди получают зарплата за то, что они заработали. Погано то, что для этого пришлось им приходить сюда, под Верховную Раду, митинговать. И суто техническая процедура заплатить за угилля, она перетворилась в такую законодательную эпопею. Это 50 тысяч людей, а в ночь это примерно 200 тысяч семей. Это люди, которые сегодня получают зарплата. Если с социальными законами на финише получилось, то с кадровыми нет. Центризбирком по-прежнему в старом составе. Напевно, будут вносить изменения к закону про Центральную выборчую комиссию. Я не вижу проблемы, чтобы увеличить количество ЦВК на 2 человека. Это смешно. Это просто детский садочек. Потому что я говорю, ну потом мы сколько этих табуреток еще будем доносить, до какой межи. Оппоненты большинство настаивает, все фракции должны быть представлены в будущий цикл. И со списком кандидатов должна быть ясность. Будем выключать из этого списка Лотюк Ольгу Степаневну. И сейчас, Андрей Годинович, мы обратимся к вас поставить на рейтинговое голосование готовность сессийной зали голосовать за оновление Центральной выборчей комиссии. Это было бы безответственно сейчас, при том, чтобы на певпорожье сессийная зала входить в такое важное вопрос. До тех пор, пока президент Порошенко не внесет 13 кандидатур на 13 вакансий, наша фракция не будет голосовать ни за какое-то решение относительно Центральной выборчей комиссии. Мы просто в консультациях договоримся, что вот, например, такие-то, такие-то, мы за него не будем выдавать свои голосы. Так все эти споры и закончились уходом на каникулы. Вот мы видим то, что на бумаге есть коалиция, на бумаге есть большинство, но в реальности страна не может получить новую Центральную избирательную комиссию. Это происходит уже больше, чем три года. Не могут договориться, чьих членов ЦВК будет больше, а чьих меньше. При этом, я подчеркиваю, что нарушается пропорциональный принцип представительства ЦВК. В частности, фракция оппозиционного блока не имеет представительства ЦВК. При том, что мы третьи по численности в парламенте, тем не менее, нас дискредитируют в очередной раз. Это плохо. Это плохо для демократии, это плохо для страны, для имиджа страны в целом. Тем более, что наши европейские партнеры настаивают на том, чтобы Украина учитывала при ротации ЦВК позиции всех политических сил. Теперь вопрос о Центре избиркоме один из первых на осень. Наверняка переговоры продолжатся и летом. Александр Васильченко, Екатерина Лысенко, Иван Ермаков. Подробности недели, телеканал Интер. Подытожил сегодня политический сезон и премьер. Владимир Гройсман призвал депутатов к единству и напомнил о пакете законопроектов, которые Кабмин считает приоритетными для экономического роста в нашей стране. Мы сформировали с вами перелик 35 экономических законов, 9 из которых уже приняты в целом Верховной Раде Украины. 5 в первом читании. Понятно, что нашей основой, сильной, замужной Украины, есть национальная экономика. И поэтому я думаю, что новую сессию мы должны присвятить смыслу национальной экономики, экономическому увеличению и формированию качественного будущего. Я хочу закликать сегодня всех объединяться. Я сегодня говорю с этой трибуны в червово. А главный из наших вызов, это вопрос, борьба с теньевыми схемами в нашей стране, которые делают величезное зло по наполнению государственной скарбнице, которые делают украинских граждан беднее и нашу страну более зависимой, чем мы могли бы быть. Поэтому я считаю, что сегодня вся правоохранительная система, все органы влады, парламент, уряд должны объединяться вокруг того, чтобы уничтожить какие-то схемы, которые ослабляют нашу страну. А теперь давайте обсудим итоги политического сезона с нашими гостями. Алена Шкрум, народный депутат от Батьковщины. Сергей Березенко. Здравствуйте. Сергей Березенко, замглавы крупнейшей парламентской фракции Блок Петра Порошенко. Здравствуйте, Сергей. И Александр Мартыненко, гендиректор агентства «Интерфакс Украина». И, по моему мнению, очень мудрый наблюдатель за украинской политикой. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что пришли. Сергей, первый вопрос вам. Вот почему настолько затянулось обновление Центра Сбиркома? И действительно ли вы верите, что осенью вот этот торг за места точно закончится? И каким-то мифическим, возможно, образом исчезнет вот то недоверие, которое сопровождает весь процесс согласований? Я дякую. Честно говоря, уже очень мало верю, потому что мы сделали все, как фракция Блок Петра Порошенко, для того, чтобы голосование за обновление складу ЦВК произошло. Президент двое вносил кандидатуры. Один раз откликал на вимогу фракции, которые входят в Коалицию Народного фронта. С лютого месяца есть и другие подания. Из-за того, почему было внесено не 13, а 14, я хотел бы напомнить, что после того, как было внесено 13 кандидатур, была пропозиция от фракции Батьковщина и особо лидер фракции, паня Тимошенко, обратилась к президенту, чтобы враховать и кандидатуру, здаясь, пана Евстігнеева, от их политической силы. Было сделано дополнительное подание для того, чтобы зала визначилась. Потом шел бы долгий период голосования за антикоррупционный суд, не могли перейти. Потом шла бы спецпереверка, больше 30 дней. И вот, наконец, проголосовавши все, мы вернулись до наших коллег. Действительно, было неоднозначно, зрозумяло, за кого голосовать, не голосовать, кто бы остался за бортом подчас этого голосования. Поэтому мы приняли решение, что Блок Петра Порошенко не будет голосовать, фактически, в отключе, но чтобы не заходить в эту процедуру, потому что может только президент, а как вы знаете, он эти дни перебывается на саммите НАТО в Брюсселе. Фракция запропонировала, и официально это оголосила, с Трибунной Верховной Ради, что мы не будем голосовать за одного из наших кандидатов, до речи, очень поважного юриста, но мы должны идти на этот крок, чтобы осталось 13 кандидатов на 13 мест. Это голосование могло бы быть. Но могло бы быть, но тем не менее. До речи, в сюжете, Сергей Соболев, руководитель фракции Батьковщина, сказал, что мы будем голосовать только за умову, если на 13 мест будет 13 кандидатов. Эта умова была выполнена. На жаль, на моё великое удивление, и руководство Верховной Ради, в особе Андрея Пиробя, даже не поставило это вопрос на сигнальное голосование. А с приводом того, что порожня зала, то я вам хочу сказать, что за эти годы работы Верховной Ради только несколько раз, и моя коллега Олена Надасть-Брехати, произошли результативные голосования в пятницу. Это законы про деокупацию, и сегодня, когда мы голосуем, об этом немного позже. То есть, если мы, даже в пятницу, собрали голосы, то вчера они были и подавно. На жаль, ЦВК не было. Алена, у вас хотелось спросить вот что. Если говорить о кандидатах членов Центра Сбиркома, то важным вопросом является какой? Являются ли они хорошими специалистами в первую очередь? Мне непонятно, почему речь идет в основном о партийных квотах, о соблюдении, да? Но речь не идет о профессиональной подготовке кандидатов. Ну, насправді, мова йде про профессиональную незалежную подготовку, потому что кандидаты должны быть не только профессионалами, они должны быть равновиддаленными. Именно поэтому ЦВК формуется от представителей всех политических фракций. Потому что фракции никогда не погодятся на человеку конкретной фракции. То есть, это должны быть равновиддаленными. Все кандидаты так формуются, ну, ЦВК майже в всем мире, если они формуются за политическими квотами. Насправді, я хочу, чтобы очень четко украинцы понимали одну вещь. Когда президент Петер Алексеевич Порошенко присягнул на Конституцию и на верность украинскому народу, уже тогда было около 10 членов ЦВК, которые должны быть сняты, потому что они пересидели свои законные повновления, они уже были нелегитимными. И президент мог в первый тиждень, в первый месяц, в первый год своего президентства внести новый склад ЦВК на те 13 посад, которые были вольными. Вместо этого, на жаль, он раздавал ордены пану Анхидовскому, который получил деньги из черной бухгалтерии партии регионов, вместо того, чтобы обновить ЦВК. Ну, теперь его рейтинги падают и начинают розповеди, что нужно очень быстро обновить ЦВК. Но, на жаль, мы не можем голосовать за незаконное решение. Чому? Ну, потому что тогда ЦВК будет снова нелегитимным. И вот тут мне, как юристу, очень не хочется, чтобы перед выборами или после выборов, кто-то подал в Конституционный суд и сказал, что ЦВК была сформована нелегитимно. Из двух причин. Ну, по-перше, непредбачена такая процедура голосовать за 13 вольных кандидатов на 13 мест, если нам подали 14 кандидатур. Мы не можем визначити, за кого не голосовать. В каком порядке голосовать? Нет, это может сделать только президент. Потому что это Конституция и закон про ЦВК. А второе, у нас есть более страшная история. У нас есть резолюция парламентской асамблеи Ради Европы, которая требует от Украины пропорционного представления от каждой фракции. Сначала президент забыл представника фракции «Батьковщина». И Юлия Володимировна не просила президента подать нашего представника. Просила выполнять резолюцию парламентской асамблеи Ради Европы. Но даже сейчас там нет представителей всех фракций. А президент хочет там почти 10 мест с 13 невинных. В общем, слушаю вас, дорогие друзья, я думаю, что и осенью будет у нас битва над ЦВК. Я думаю, что нужно перестать играть в эти игры. Вот и все. Вот смотрите, в этом политическом сезоне, мне кажется, слово «кризис» произносилось очень часто, когда мы говорили о работе Верховной Рады. При этом до выборов-то еще, в принципе, очень далеко. Что будет осенью, когда уже политический процесс обострится, когда к выборам уже будет все ближе и ближе и ближе? Не станут ли вот эти схватки и противостояния такими острыми, что мы столкнемся с практически недееспособным парламентом? Да, понимаете, у нас главная проблема в том, что у нас 15 кандидатов или 17 кандидатов президента только в зале, а еще человек 40 за ее пределами, и поэтому явного лидера, но за исключением Тимошенко, который выше там на 4-5%, все остальные примерно на одном уровне. Как правило, и у них есть представители Верховной Рады. Поскольку все сентября будут в предвыборной борьбе, все, то я бы хотел очень ошибиться, но мне кажется, что это приведет к такой, ну, не сказал бы, недееспособности парламента, но крайне мало его эффективности. Крайне. То есть решение можно будет проводить очень часто, потому что логика будет одна, логика предвыборной борьбы. А что такое логика предвыборной борьбы? Подставить, значит, конкурента под огонь, критики самим отличиться, так не получают, так не собирают большинство, так нельзя там сосредоточиться, никто не может сосредоточиться на работе парламента как законодательного органа. Это будет парламент как площадка для демонстрации электорату тех или иных своих преимуществ. То есть ярко, красиво, выступлений много, а толку, возможно, и премного. Да, очень много будут говорить. Это точно важно. Алена, мы обязательно продолжим, вернемся в смартфонный разговор через несколько минут, извините. А вот сейчас еще одна тема, на которую хочется обратить внимание, это бунт евробляхеров. Он поставлен на паузу. Наверняка осенью они опять вернутся, правительственный квартал, но после того, каким запомнилось их нынешнее появление, вряд ли можно ожидать, что осенью хоть кто-то будет им сочувствовать. Почему? Вот давайте посмотрим. Утро 11 июля. Центр столицы парализован. По всему городу пробки. Тысячи машин с иностранной регистрацией приехали в правительственный квартал. Требуют доступную растаможку авто и фискальную амнистию для себя. На работу! На работу! Участники акции блокируют выход из парламента и не пропускают никого. Журналистам приходится лезть через забор. Активисты заявляют, никто не выйдет из здания, пока их требования не будут выполнены. На работу! На работу! Вы уходите! А кто это? Журналистка показывает удостоверение и только тогда возмущенная толпа ее пропускает. А депутаты тем временем покидают Раду через черный ход. Публика, которая блокирует Грушевского за евробляхи, вышуканностью и культурой не отрезняется. Перед зданием парламента и Кагмина протестующие жгут дымовые шашки и созывают подмогу со всей Украины. По их данным, в столицу съехались около 25 тысяч владельцев евроблях. Они остаются здесь ночевать и объявляют бессрочную акцию. Не обошлось и без потасовок и перепалок. Художник Сергей Паярков чуть не подрался с участниками протеста. Машина нардепа Павла Пинзенека с еще двумя депутатами в салоне сбила одного из активистов. С переломом ноги его забрала скорая, а участники акции взяли Пинзенека в кольцо, чтобы тот не сбежал, хотя за рулем был не депутат, а его водитель. А еще одно ДТП произошло уже сегодня. Митингующий перебегал дорогу в неустановленном месте и его задел автомобиль. На место происшествия приехала скорая и полиция. Но похоже, что потасовки и аварии в правительственном квартале закончены. После голосования в Раде владельцы евроблях сняли блокаду и разъехались по домам. Продолжим разговор с нашими гостями. Алена Шкрум, представитель Собачкищины, Сергей Березенко, замглавы крупнейшей парламентской фракции Блок Петра Порошенко и Александра Мартыненко, политический эксперт и гендиректор агентства Интерфакс Украина. Александр, с вас теперь начнем. Вот почему сегодня, как вы считаете, в Верховной Раде депутаты смогли так мобилизироваться? Я не припомню пятницу такой результативной, да и вообще там по пятницам собирается 18-20 человек от силы, люди просиживают там, в общем, этот день и никогда никаких решений не принимают. Сегодня и о шахтерах вспомнили, о евробляхах вспомнили. Это политические вот эти вот протестные настроения так пугают наши депутаты. Но это выборы. Я же говорю, может, об этом уже говорили. А может толпу побоялись? Или уже заделаны выборы? Нет, знаете, толпа, конечно, ничего приятного в этом нет, в толпе этой, но толпы было много разных, и это очень редко влияло. Нет, на самом деле, это выборы, потому что надо, просто понимаем, что в евроблях на самом деле не 100 тысяч, не 200, их значительно больше. Это на самом деле очень серьезная проблема, потому что это огромное количество народу, которое заинтересовано в том, чтобы эти налоги не брались. А шахтеры есть шахтеры, они всегда сам организовывали силы. Поэтому этим людям, конечно, надо было бы что-то дать. Ну, это дали в первом чтении, насколько я понимаю, это все еще придет. Ну, пока дали на течение, да. Потом они придут еще в сентябре, в октябре. Но, а дальше уже, знаете, уже будет очень трудно понять, а где, собственно, реальные социальные протесты, а где предвыборная кампания. Я и сейчас, честно, я сомневаюсь, что вот эти все протесты, они никаким возом к выборам не связаны. Мне кажется, там есть какая-то подоплека. Но дальше, вот следующие, начиная прямо с конца августа, то, что начнется... То есть вы считаете, что эти протесты могут быть игрой мускулов уже, да? Кто-то кому-то может что-то показывать, а уже невозможно. Смотрите, есть реальная социальная проблема, да. А потом какой-то из кандидатов в президенты начинает ее чуть-чуть подогревать, чуть-чуть подбрасывать, чуть-чуть раздуть, чуть-чуть помочь организационно, чуть-чуть помочь чем-то с деньгами, чем-то еще и так далее. А потом в последний момент выйти на трибуну, сказать, мы вам помогли, я вам помог, теперь идите за мной. В общем-то, в принципе, такие, конечно, методики уже обкатаны. Алена, какое у вас впечатление от евробляхеров на Грушевского? Наверняка, я уже говорил, эти люди осенью придут, да? И наверняка уж к осени они разберутся, что и не всем они довольны. И акциз может показаться высоким, и штрафы драконовскими, да? Вот что осенью тогда будет? Ну, смотрите, по-перше, ну, звичайно, от разных людей разные вражения, но эту проблему створила, насправді, коалиция и уряд, на жаль, да, неиснуюча коалиция. Якби існувала коалиция і намагалась цю проблему вирішити протягом останніх двох років, проблеми б не было. Я розумію тут евробляхарів, тому що вони рік ходять, просять у профільного комітету пані Южанину проблему вирішити, у уряду проблему вирішити, у різноманітних депутатів подано купа иніціатив, а проблема не вирішується. Ну, і, в принципе, якщо проблемы не будуть вирішуватися роками, то дуже велика кількість людей з різних верс населення бізнес-середовища буде змушена діяти отаким чином. Ну, на жаль, це теж європейська практика захищати свої інтереси і адвокатювати за свої інтереси. Ми сьогодні не вирішили цю проблему, абсолютно відверто вам кажу. Ну, осеню шанс її вирішити є. Тобто сьогодні просто тим, що прийнято, треба буде заплатити півтори тисячі євро за розмитнення машини, яка коштує дві з половиною тисячі євро. Ну, посмотрим, закон може зміниться Ну, по поточнім питанням це має бути ініціатива уряду. Я впевнений, що народні депутати не повинні генерувати самі зміни до бюджету, бо є певний державний баланс. Тому, можливо, все. Але я би думав, що на осінь ми повинні відповідати на головне питання, чи можна підняти мінімальну зарплату і чи можна, як наслідок, перерахувати пенсії. Оце питання, яке буде піднімати фракція блоку Петра Порошенка, це таке завдання, яке ми будемо ставити уряду, і ми би дуже хотіли, щоб вони його виконали. Але закони, які були зініційовані Ніною Южаніною, до речі, дуже гарно прописані. Дуже багато колег з опозиції брали участь у його написанні. Вони вирішують головне питання. За минулий рік 18 мільярдів гривень не було дотримано в бюджет через тих самих євроблякерів, які не платили ні мито, ні акциз. А 21 мільярд отримали від людей, які заплатили. Тобто, втрати, коли не платимо взагалі мито, можуть складати 39 мільярдів. Треба розуміти, до їх брати. Тому зміни можливі. Але я думаю, що фракція коалиції з цим справжиться. Понятно. Спасибо вам огромне за участие в програмі. Алена Шкрум, Сергій Березенко, Александр Мартыненко отвечали на мої вопросы, говорили ми о конце политического сезона. Свою оценку уходящого полістезона дали і в опозиції. Там, говорят, депутати сами виноваты в тому, що більшинство избирателей недовольна работа Верховної Рады. Казалось би, за сесію принято 209 законопроектів і постановки. Але, якщо дивитися, що це таке, то більшинство з них не має ніякого відношення до того, що інтересують людей. Наша позиція, парламент має приймати закони, які відповідають на питання, які інтересують людей. Пенсії, зарплату, ціни, підтримка чернобыльців, підтримка переселенців. От всіх цих питань, які дійсно на слуху, які волнують людей, парламент дистанцірує. І перішов, як обычно, як і в першу сесію, як і два роки назад, тільки в політичну плоскость, в політичні вопроси, які інтересують фракції, відповідають їх, там, ріді політичних амбіців, але нічого общого не мають з тими вопросами, які інтересують граждану Україну. Тому ми не доволі роботи парламенту, я считаю, що він отработав неудовлетворительно. це подробності недели, тюрісты оставляють без жилья пенсіонерів. Вся власть банком. В Україні менються правила кредитування. Банкиры жаловались, що бояться давати деньги, тому що возвращати їх дуже сложно. Политики банкиров услышали і приняли для них новий закон. А вот що він принесет заємщикам, і не закончиться ли все це произволом банкиров, розбиралась Елена Зорина. Ну, давай. Де наші окна? Вон наши окна, да? Вон, смотри, мама пальчиком показывает. Каждый день Юля с полуторагодовалым сыном смотрит на окна своей квартиры і боїться, що більше туди не війдет. Верхній замок. Вірвот нежний был заменен. Сейчас мы попасть не можем за лет клеем. Уже второй год молодая мама борется с коллекторами. Мы предусмотрели просто вот такие вот защёлки і просто постоянно дежурим дома. Эту однушку в спальном районе Киева Юля купила в кредит. Сначала банк самовольно поднял кредитную ставку, а когда грянул очередной кризис, долларовый заём в семье стал не под силу. Банк идти навстречу отказался. Ежемесячно я платила больше тысячи долларов, то есть работала на нескольких работах. В момент последнего платежа, это декабрь 2014 года, у нас было выплачено 96 тысяч долларов. То есть взято 74 тысячи, выплачено 96. А должны ещё почти 70 тысяч долларов, так посчитали в финучреждении. Чтобы выбить деньги, обратились к коллекторам. Сначала те угрожали по телефону, потом пытались выбивать дверь, перерезали электричество, а недавно семью выставили на улицу. Вы представители банка? Я представитель банка. Это здоровенные ДТНы, 6-8 человек, закрыли глазок пальцем, выбили замок нижний, в квартире находился мой муж, и вытащили его из квартиры, и ударили об стенку. При том, что решения суда о выселении нет, как и о взыскании долгов, семье удалось вернуться в квартиру лишь спустя месяц. Помогли общественные активисты и юристы. Но зайдя в дом, Юля ужаснулась. Вещей наших не было. Детские вещи, личные, постельные, вообще ничего. Ноутбука, планшета, просто ничего нету. Вот там у нас был тайник с деньгами. 10 тысяч долларов, его нету. В такой ситуации, как Юля, с принятием нового закона, о кредитовании могут оказаться тысячи заемщиков. С банком и коллекторами, говорят юристы, бороться будет просто невозможно. В один прекрасный день к вам могут постучаться. Это в лучшем случае, если постучаться и попросят покинуть квартиру. В худшем, что вы придете с работы, и окажется, что замки поменены, и в квартире уже живут другие люди. Нет необходимости теперь кого-либо уведомлять, что-либо доказывать заемщику. Достаточно просто прийти к нотариусу, к своему переоформить квартиру. И это далеко не все сюрпризы. Сбережение плюс зарплата минус коммуналка, проезд, питание остается очень мало. Даже самая простая арифметика показывает, кредит нынче дело рисковое. Эксперты и вовсе брать в суду не советуют. Разве чтобы насолить родственникам или друзьям. Гадай, не гадай, но с принятием нового закона такой заем хуже любого проклятия. Ведь ваши долги могут лечь именно на плечи близких. Они будут передаваться по наследству. Не хотите выплачивать, прощайтесь с имуществом умершего. Если же родственников нету, наследовать квартиру наряду с муниципальными властями смогут и банки. решитесь стать поручителем, тоже не расслабляйтесь. Так же, как и заемщик, будете в ответе за долги. Причем, даже если банк поменял процентную ставку или заемщик увеличил кредитный лимит. А если решитесь достроить, к примеру, залоговый дом, банк тоже в накладе не останется. Не заплатите по кредиту, будет претендовать на него целиком. Что важно, финучреждение сможет самовольно увеличивать кредитную ставку, дав лишь месяц, если вы не согласны на погашение долга целиком. Банк через год повышает процентную ставку до 20%, или ваша знакомая идет и повышает себе кредитный лимит с 10 тысяч на 20 тысяч лимит, банк, ни банк, ни заемщик не должен брать у вас сейчас теперь согласие. То есть вы будете отвечать по обязательствам заемщика пожизненно. Банкиры хоть и признают расширение своих прав, но успокаивают. Тем, кто хочет финучреждения получат доступ к реестрам. А ужесточение коснутся только недобропорядочных заемщиков, ведь сейчас больше половины кредитов проблемные. Нужно руйнувать стереотипы о том, что только дурень платит за кредит. Сейчас все прогавленные перешкоды усунены и за нашими подрахунками где-то сгодом кредиты снизятся до 5%. Но экономисты не столь оптимистичны. Главную схему махинаторов законодатели как раз не прикрыли. Большинство банков сбанкратировали внаследовании того, что их подверто разкрадали властники и менеджмент банков. В категоричной форме должен быть заборонено так называемое кептивное кредитование, то есть кредитование связанных с когда же процент по ипотеке будет такой, как в Европе? 3% или 5%? Эксперты, в отличие от банкиров говорят, дело не в законе. Нужно экономику улучшать и обуздать инфляцию. Обликовая ставка Центробанка 17%. То есть у вас процентная ставка в этом случае будет уже не 17%, а 22%, а 25%. Если Национальный банк будет проводить и далее политику высоких процентных ставок, а именно его политика, то в этом случае у вас кредитов дешевых не станет. Как будет работать новый закон? Пока не ясно. Документ еще не подписал президент. Заемщикам, если они решатся на кредит, юристы советуют внимательно читать условия договора и заранее просчитывать все суммы и оценивать свои возможности. Квартиру Юли тем временем банк переоформил на себя и выставил на продажу за 27 тысяч долларов. Но женщина не сдается. Теперь каждую неделю с сыном ходит в полицию. В рамках уголовных дел против коллекторов на ее жилье могут наложить арест и остановить продажу. Подать иск в суд должен следователь. Главное говорит Юля, чтобы успели до вступления в силу нового кредитного закона. Иначе оставшиеся в квартире вещи нужно собирать уже. Квартира может уйти в любой момент. Она выставлена на продажу. Елена Зорина, Богдан Вербицкий, Марьяна Бурякова и Геннадий Аникенко. Подробности недели телеканал Интер. Плохая новость для абитуриентов и студентов. В этом году сокращено количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. По сравнению с прошлым годом почти на 10%. Серьезнее всего уменьшили госзаказ на младших специалистов почти на треть. Урезали финансирование теперь и для бакалавров. Если говорить о конкретных специальностях, то больше всего за государственный счет готовы обучать учителей и медиков. И вот не случайно на первом месте в госзаказе специалисты для сферы среднего образования. Ведь в школах фактически кризис. Не хватает даже помещений. Да еще и новый всплеск коррупции. Уже появились тарифы на покупку справок, без которых не попасть в первый класс. Почему и в этой сфере у нас нет порядка? Разбиралась Инна Томина. Лето, тихая пора для школьников, но не для их родителей. Особенно для родителей первоклассников. И особенно в этом году. Ведь в школу дети пошли по новым правилам. Точнее, частично по правилам хорошо знакомым, но забытым. В школу по месту жительства. Эта норма не новая. Она прошла с прошлых годов, еще с радянских годов. И депутаты наполягали, чтобы она была равный доступ, привязан к месту проживания. Итак, в первый класс по регистрации. И каждый ребенок гарантированно должен получить место за партой. Если кого-то не устраивает его школа, судьбу первоклассника определяет жребий. Вступительные экзамены отменены. Это все, чтобы одолеть коррупцию. Но удастся ли? Ведь соблазн все порешать за деньги никуда не делся. К примеру, директора школ даже жаловаться начали. Родители несут к ним липу. Купленные справки о регистрации. Возмущаются и родители. А что делать людям приезжим? Договоры аренды есть не у всех. Устроить ребенка в школу крайне сложно, да и сам процесс жребьевки называют унизительным. Вот только на камеру говорить боятся. Все-таки правдами и неправдами, а свое чадо в школу устраивать нужно. Но родители из Вишневого, это киевский пригород, уже не боятся ничего. Они даже к бунту готовы. Вопрос в том, что наш класс порядка с другим классом, которые брали участие в жребьковании, вытягивали жребки и, соответственно, наши классы будут отправлены на участие в иную помещение, которое есть житловое. Оказалось, что их школа в Вишневом переполнена. Она рассчитана на 400 детей. Но вот учатся в ней 1400. Места для всех банально не хватает. Вот и решили два класса выселить в квартиру в соседнем доме. Да и законно ли переводить школьников в неприспособленные помещения? Ведь к учебным заведениям есть целый ряд требований. И это помещение им явно не соответствует. Здесь слишком тесно. Часть площади занимает местная газета. Новая идея вот про это помещение. Вы можете увидеть там площадь, а сейчас скажу 44 квадратных. Такое невеличкое помещение, тем больше оно еще переворожено. Это была кухня. И векна выходят на певничную сторону. А по нормах навчальное помещение, где перебивают дети, они не могут выходить на певнич. Отдавать ли все лучшее детям в газете пока думают. А родители тем временем идут к местной власти. Но и у мэра Вишнева ответа нет. Мол, решить проблему не может. Освита, медицина, дошкольные навчальные заклады не подпорядкованы. Мы только надаем помещение. И тут только помещение дошкольные. Я понимаю, что до меня ближайшие дети. Вообще, новые образовательные правила обнажили старые инфраструктурные проблемы. В частности, это острая нехватка школ. Проблема особенно актуальная для больших городов с активной застройкой. Министерство образования на строительство школ не может повлиять никак. Но по новым нормам в классе не должно быть больше 30 детей. Это значит, что будет увеличиваться количество классов. Уже сейчас в некоторых школах их 9 в параллели. И чтобы всем хватило места, учиться дети будут в несколько смен. Но оказывается, это еще не самое страшное. Например, в селе Чайки только небольшая начальная школа. Все из-за непродуманной инфраструктуры. В районах и пригороде с плотной застройкой школ мало. В старых массивах школы пустуют. Вот только возить своих детей через весь город готовы не все. Ответственность «Ах, нехорошие». Однако им невыгодно вкладывать. Какие преференции были созданы для застройщиков, для того, чтобы они строили инфраструктуру, которая окупается, в лучшем случае, если это даже частная школа, в лучшем случае лет через 10. Но на самом деле застройщики обязаны делать социальный взнос. По договоренности с чиновниками это могут быть деньги, инженерные коммуникации или построенная школа. Вот только этот вопрос не всегда почему-то решается с властью. Но если ситуацию не менять, то детям просто негде будет учиться. Инна Томина, Юлия Жешко, Богдан Савруцкий и Юрий Романюк. Подробности недели телеканал Интер. Все эти школьные проблемы мы попросили прокомментировать Лилию Гриневич, министра образования и науки Украины. Ее интервью смотрите далее. В целом немного взросла кілька детского населения. Это очень приятно, потому что дети, которые идут до школы цего года, их родилось больше. Відповедно, разница между родителями первого и первого класса и этого класса орентировано 17 тысяч детей, сгодно с статистикой. Поэтому кілька детей взросла до первого класса. Но главная причина не в этом, потому что мест в среднем по краю вистачает безумного. Главная причина это неправильно запланована социальная инфраструктура. Инколи забудовники идут шляхом, что даже если они плановали такую социальную инфраструктуру, они в первую чергу сдают житловые будинки, а не школу и дитя саду. Або деколи идущи на инфраструктуру, когда они начебто будуют окремые будинки, а не целый район. И в результате не имеют инфраструктуру. инфраструктуру, инфраструктуру, это совсем маленькая дитина, приходила на цей конкурс, вона седала напротив, чи стояла напротив комісії незнайомих дорослих людей, и ей потрібно было брать участь в конкурсе. Цей конкурс очевидно суперечить як педагогічним підходам, так і віковій психології шестилітньої дитини. Ми хочемо зараз зробити всі перші класи однаковими, кращими. Наприклад, іноземну мову діти повинні добре вивчати не тільки в школах з поглибленим вивченням, так званих спеціалізованих школах. Її повинні вивчати діти по всій Україні, що все нове воно впроваджується складно, але я думаю, що вона буде удосконалюватися і з ростом соціальної інфраструктури зможе абсолютно цивілізовано працювати. Ми дали вчителям певні пріоритети. Якщо ви пригадуєте, минулого року вчителям була підвищена зарплата практично по країні на 50%. На 50%. Це досить велике зростання зарплати. Інша річ, що зарплати вчителів були до того такими маленькими, що ці 50% вони зрозуміло дуже і дуже недостатньо. Цього року в них також зросла заробітна плата. Звичайно, вже не такою мірою, тому що це неможливо, це дуже великі видатки бюджету, але ми плануємо, що постійно кожного року нарощуємо заробітну плату вчителів. У нас є закон про освіту, який визначає цей поріг, до якого ми повинні прийти. До нього не можна заскочити за два, за три роки. На це потрібен час, але тенденція зростання заробітна вчителів існує. І це була моя також вимога, і це підтримав прем'єр-міністр. вимога вимога Будущее отношений с Венгрией обсуждалось на этой неделе и в Европе на саммите НАТО. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью трем телеканалам. Дождаться нескорую. Чем опасны для пациентов новые правила экстренной медицины? Обмануть беззащитных. Как квартирные аферисты оставляют без жилья пенсионеров. Вы смотрите подробности недели. Мы возвращаемся в прямой эфир. Минздрав взялся за скорую помощь. Обещают тоже реформировать. Вот только планы эти очень спорные. Жесткий фильтр на вызовы скорой. Приедут далеко не ко всем. Еще и парамедики вместо врачей. И даже водители скорых должны будут стать не просто шоферами, а и слегка медиками. Но главное. Задачей скорой Минздрав намерен сделать не столько помощь, сколько доставку человека до ближайшей больницы. Может ли это все заработать? Разбиралась Евгения Коваленко. Дождаться не скорую. Скорую везет не каждому. Марии не повезло. На седьмом месяце беременности ночью девушке стало плохо. Симптомы были похожи на острое отравление, что в ее положении крайне опасно. Мы звоним в скорую и мне мужу отвечают. Вы знаете, мы все прекрасно понимаем, но давайте-ка, если у вас есть машина, привезите вы ее сами. У нас нет машины, мы за вами приехать не можем. В итоге Мария помощи так и не дождалась. Рано утром побежала в частную клинику. И подобных историй масса. Врачи приехали с огромным опозданием или не приехали вовсе. Но в Минздраве обещают все исправить. И скорую все-таки ускорить. Всего 4 минуты и бригада должна быть на месте. Вот только вместо привычных фельдшеров к пациентам приедут парамедики. А вместо водителей медицинские техники. Все из-за скромных зарплат и большой нагрузки. Только в этом столичном центре экстренной медпомощи и медицины катастроф за полгода уволились почти 200 сотрудников. Довидка лекаря по телефону тоже нерегулированное питание. Створены навчально-тренувальные отделы тоже нерегулированные питания оплаты работы. Именно поэтому к новациям многие врачи относятся настороженно. Ведь к нерешенным старым проблемам могут прибавиться новые. Опасаются из-за дефицита кадров и отсутствия материально-технической базы. Просто некому будет спасать пациентов. Да и привозить больных не всегда есть куда. В стране не хватает отделений неотложной помощи. Представьте, по месту Киеву у нас за добу, скажем, рееструется там 2,5 тысячи выездов за швидкой и невыскладной допомогой. Какое отделение может принять это по количеству потребителей? Поэтому, чтобы сократить количество выезда, вызовы должны будут тщательно отбирать. В Киеве скорая выезжает на вызовы почти каждые 5 минут. Но приедет ли к вам, зависит от тяжести состояния. К примеру, высокая температура или давление не повод вызывать экстренную медпомощь. Она будет прибывать лишь когда человек фактически при смерти. То есть, если попал в ДТП, отравился или потерял сознание. Все остальные случаи, к примеру, обострение хронических болезней, которые не представляют угрозы жизни, будут переадресовывать на неотложку. Консультировать по телефону и отправлять к семейному врачу. А наша врачиха нам так сказала. Я буду с вами обращаться в телефонном режиме. Как в телефонном режиме? Я по телефону буду его лечить. Вот так по-простому новые правила работы неотложки объясняет Любовь Михайловна. У ее мужа, человека с инвалидностью, недавно был инсульт. Врачей вызывала по нескольку раз в день. Говорит, приезжали всегда. О том, что вскоре будет по-другому, женщина уже знает. Вскоре нужно вызывать, тогда даже человек совсем убирает. Но мы же еще не умираем. Скачки давления или высокая температура даже у маленького ребенка по новым правилам не будет поводом для вызова скорой. Но пока медики обязаны приезжать абсолютно ко всем. 80% вызовов не профильные. Взрослый мужчина 30 лет вызывает. У него сладкость и температура 37,5. Он не может пойти в аптеку и купить какие-то препараты. Человек порезал палец и вызывает скорую. В некоторых странах обмеживают количество вызовов экстренной помощи в речи. В других странах есть ответственность, опять же, материальная ответственность. А из-за пустячных вызовов и банальной нехватки машин скорой страдают те, кто действительно нуждается в помощи. Но решит ли эту проблему реформа? Алена уже решила, когда реформа заработает, она уволится. Ведь у парамедика квалификация ниже, чем у врача. Я обучалась практически 8 лет, но не для того, чтобы вставать парамедиком. Я буду уходить в какую-то более узкую специализацию. Для меня это оскорбительно быть парамедиком. Парамедик – это человек, не имеющий высшего образования. А вот ее коллега Юлия с этим не согласна. Она три года проработала фельдшером на скорой и собирается идти на курсы парамедика. Ничего оскорбительного в этом не видит. Почему все думают, что придут люди какие-то с улицы необученные? Придут, я приду, и мои коллеги фельдшера. По врачам на скорой делать нечего. Здесь они просто тратят свое время и квалификацию. Они могут работать в стационарах. Добрый день, центр экстренной медицины 4-й. Что у вас случилось? Внимание, 5-я бригада на вызов, 5-я. Планируют также сократить бригаду скорой. Но хватит ли для оказания помощи парамедика и медтехника? Это уже доказано в световом стандартах. Одна пара рук никак не может. Той самый непрямый массаж сердца, знаете, когда качают. То это физически очень тяжело. Поэтому человек замерзается и она уже неэффективно ее проводит. Самая наша эффективная бригада, то, что мы можем себе также позволить по финансам, кладется из лекаря, двух фельдшеров и водеев. Валерий фельдшер уже 15 лет ездит на вызовы в Кропивницком. Говорит, реанимировать пациентов приходится часто. И справиться одному невозможно. Работа не легкая. Будем сподеваться, что эта реформа может принести нам в лучшую сторону и по зарплатам. За остальные никаких идей еще не было. Кроме масштабного переучивания персонала скорой, в Минздраве собираются провести курсы по обучению базовой медпомощи. Пожарных, спасателей, полицейских, проводников поездов, учителей, сосработников и даже кондукторов. А на вокзалах, супермаркетах и метро разместить аппараты для запуска сердца и кровоостанавливающие жгуты. В планах закупить новые машины и оборудование. И все это хотят запустить в течение 4-х лет. Вот только на все новации нужны колоссальные средства, которых нет. Евгения Коваленко, Вячеслав Фролов, Ирина Диченко, Елена Брынза и Владимир Кувакин. Подробности недели в телеканал Интер. И вот, кстати, о чем в Минздраве вообще не говорят, так это о финансировании экстренной медицины. Как будто можно запустить новую систему при старом дефиците средств. Хороший пример новости на сайте самого министерства. На этой неделе Минздрав организовал обсуждение своей концепции реформы скорой помощи. Говорили о парамедиках и о том, что якобы важно сократить, я процитирую, непрофильные вызовы бригад скорой помощи. О достойных зарплатах для медработников и о закупке нового оборудования ни слова. Итак, чем это все закончится? Чего ждать и самим работникам скорых и обычным украинцам? Обсудим с Ириной Сысоенко, замглавы парламентского комитета по здравоохранению. Сегодня гость подробностей недели. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что пришли. Ирина, почему вообще Минздрав взял и предложил какую-то свою концепцию реформы экстренной медицины? И может ли эта концепция от Минздрава реально что-то изменить в системе экстренной медицины? Я хочу сказать, что каждый должен заниматься своими повноважениями, выполнять их. Парламент в 2012 году принял закон Украины про экстренную медичную допомогу. И обязательным урядом уряда является выполнять именно этот закон. Вместо того, чтобы выполнять этот закон и предоставить деньги в государственном бюджете Украины на экстренную медичную допомогу, вместо этого мы все мы видим про обговорение каких-то незрозумимых концепций. Как результат, концепция не решает никаких проблем, которые сегодня существуют в экстренной медицине допомоги. Кроме этого, в этой концепции складены те вопросы, которые полностью руйнуют систему охраны здоровья и систему экстренной медициной допомоги в том состоянии, в котором она все-таки построена в нашей стране. Поэтому вопрос обговорения – это не решение проблем, которые есть. И также хочу отметить, кроме того, что нет никакого финансирования, ни копейки так и не выделил уряд, на жаль. В тот же час еще додумались до того, чтобы отправить в регионы контролирующих, которые будут ездить в бригадах экстренной медичной допомоги и смотреть, как работают фельдшери, лекарь, водители. И потом надавать оценку их работы. Сначала нужно построить условия для работы тех лекарей. И только после этого проверять. Сегодня эти люди, как же вжибраки, держат заработную плату в 3,700, не имеют ни автотранспорта належного, ни спецодягу, ни медичного обладания. И вместо этого, чтобы просто финансово допомогти и решить их проблему, мы еще чуем обговорение концепций и такие невдали управленские решения. Хорошо, Ирина, но вот почему министерство даже не пытается побороться за увеличение финансирования экстренной медицины, да? Складывается, по крайней мере, у меня впечатление, что хотят из старых средств как-то их просто перераспределить. Знаете, там дырочку залатать, там дырочку залатать. И получается вот, ну грубо говоря, за 2 копейки слепить конфетку. Так, но вы знаете, нет даже 2 копейки. Державный бюджет Украины на государственную программу экстренной медицины допомоги, как мав 0 гривен, так и сейчас это 0 гривен. Никакой копейки государство не выделяет на ту государственную программу, от которой зависит физическое существование каждого человека. Это же как нужно не любить граждан своей государства, чтобы так ставиться до того, что сохраняет жизнь тех, заради которых працюют сегодня менеджеры в Ураде и в Министерстве охраны здоровья в том числе. Хорошо, а как будут сохранять жизнь парамедики? Вот давайте на этом остановимся. Что это вообще за идея парамедики вместо врачей? Насколько это реально в Украине? Я хочу сказать, что для Украины это пока что неприятно. Парамедики в других странах, в США, в Европе, в Израиле, и справедливо они есть, но задача парамедика есть отвезти человеку, который потребует медицинской помощи, отвезти до соответствующей лекарни. То есть надо дать помощь в том объеме и отвезти до лекарни. В Украине нет куда везти. Нет отдела экстренной медицинской помощи. Нет много профильных лекарей. Везти нет куда. Поэтому в Украине работают лекарь в составе бригад экстренной медицинской помощи, которые приезжают на вызовы к дому и безусловно там дают медицинскую помощь. Поэтому никак не можно избавить бригады экстренной медицинской помощи лекарей и заменять их парамедиками. Я считаю, что Институт парамедиков может формироваться параллельно, но это может быть только другая инициатива, которая не выключает основных действий, направленных на перетонок службы экстренной медицинской помощи. Ирина, вот если суммировать все, что мы сказали, вот пошагово, что нужно сделать в первую очередь? Какие экстренные шаги, чтобы спасти систему экстренной помощи? Знаете, самое главное. Я считаю, что вопрос экстренной медицинской помощи и вообще медицины это то, что безусловно формует отношение премьер-министра, государства и уряда к своих гражданам, за которых они отвечают. Так вот, вопрос экстренной медицинской помощи должен быть решено именно с ценами. Только с ценами. Есть закон, его нужно выполнять и просто дать деньги, увеличить заработные платы, закупить автотранспорт, медицинское обладание, спецформу, и тогда уже служба экстренной медицинской помощи будет на наиболее высоком уровне, чем вонаризация. Но тут нужно признать, что премьер ваш помощник, в общем-то, в этой борьбе за скорую помощь, по крайней мере, зарплаты медикам. В пятнем месяце он пообещал решить эту проблему, дав месяц уряду для нафрацирования этих всех решений, но прошло уже три месяца. И последний парламентский тиждень, и, на жаль, никаких изменений до государственного бюджета мы так и не получаем. Вопрос к парламентариям. Ну, надеемся, что осенью, в новом политическом сезоне, наш парламент заработает получше. Будем на это надеяться, на это надеется и вся Украина. Спасибо, Ирина. Ирина Сысоенко, замглавы парламентского комитета по здравоохранению, разъясняла нам, в каком состоянии находится экстренная медицина, и как ее можно реанимировать. Цинично, жестоко и безнаказанно. Как минимум сотни, если не тысячи украинских пенсионеров стали жертвами мошенников. У одиноких стариков отбирают квартиры, помогают мошенникам участковые и даже судьи. Как уничтожить все эти схемы, и кто должен отвечать за такую вольницу для преступников, разбиралась Фируза Бегматова. Все. Ничего. Нет. 71 год его обманом выставили из собственной квартиры. Отобрали телефон, украли пенсию и силой вывезли из города. Почти год Анатолия Дубинина держали в плену под охраной и оставили умирать в холодном бараке, после того, как его квартира была продана. Не искажать ничего больше. Здесь я жил. 18 лет вместе с женой и пасынком Леонтием. 4 года назад супруга умерла, а у пасынка участились приступы эпилепсии. Пенсии Анатолия Васильевича ни на что не хватало, а долги по квартире росли. Я вот выходил там на лавочке, сидел, мне было плохо. Проходила женщина и говорит, ой, что это туда-сюда. Короче, дала мне, говорит, иди себе выпей 50 грамм, пирожок купила. На следующий день незнакомка вернулась с бутылкой спиртного, рюмка за рюмкой и... Говорит, поехали, ну что-то, когда я в таком состоянии, поехали. Незнакомцы уверяли выпившего пенсионера, что его везут на работу. Обещали и коммунальные долги погасить, а вот телефон и документы настойчиво посоветовали отдать. Паспорт отдал им. Анатолия Васильевича после долгой дороги высадили в глухой местности среди заброшенных домов. Приставили к нему охрану, а через полтора месяца в барак привезли и пасынка Леонтия. Леонтий рассказывал, что в Николаеве его привезли раз, чем-то напоили, и в машине, еще под, как говорится, под угрозой, дали ему подписать доверенность. Это Анжелика, дочь Анатолия Васильевича. Она живет в другом городе и о том, что отца и его пасынка похитили, узнала спустя месяцы. Вместе с мужем попытались объявить исчезнувших в розыск, но произошло странное совпадение. Как только правоохранители приняли заявление о пропаже Леонтия, пасынок сразу вышел на связь. Начал звонить, причем односторонним телефоном. Начал ей говорить, что все хорошо, сними меня с розыска. Поэтому Анжелика подозревает, у похитителей точно были информацией в полиции. К тому же сразу после визита в отделение позвонил и отец. После разговора со следователем через день мне позвонил папа. И говорит, дочь, все хорошо у меня. Ты что, подала меня в розыск? И буквально его слова, сними меня сейчас же с розыска, иначе ты меня в гроб сгонишь. И после этого прекратилась связь. Вскоре полиция и адвокату присылает письмо. Я представила, что все-таки тут правоохранители причетные дочь, все, как только родители обратились, сразу отбывались какие-то перешкоды. Они просто футболили, скажем так, выбор за сленг. Был ли злой умысел у следователей, или эти подозрения беспочвенные, в полиции пока ответа не дают. Но спустя месяцы сам похищенный пенсионер расскажет. Просить дочь прекратить, поиски его заставили. Телефон прослушивался. Звонок не так, когда они стоят, мол, ты это не говори. Анатолия Дубинина и его пасынка похитители отпустили после продажи квартиры. Сколько лет жила здесь, я его знаю. Сейчас в квартире Анатолия живут другие люди. Соседи говорят, что те купили жилье недорого. Цену ставили очень смешную, в районе 24 тысячи. Семья Анатолия вместе с адвокатами сейчас пытаются вернуть квартиру. Уголовное дело уже возбудили, вот только на жилье все еще не наложен арест. Арест на квартиру не накладывается. Они продадут данную квартиру несколько раз и потом мы не найдем вообще. То, что случилось с Анатолием Дубининым, это открытый бандитизм, когда человека заставляют переписать квартиру на подставных людей. И, к сожалению, такие случаи не редкость. Это лишь одна из схем незаконного завладения квартирами пожилых людей. Правда, самое жесткое. Иногда мошенники стараются действовать мягче и, как ни парадоксально, чтить букву закона. Формально законодательство было соблюдено. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Вот сюда за бесплатным бутербродом и стаканом чая приходит нуждающийся. И среди них немало жертв-мошенников. Здесь куча людей тоже отобрали. Но люди молчат. Это неправильно. Это Игорь. Его выставили из собственной квартиры. Четыре года назад. К нему домой пришли мошенники под видом соцработников. Все было так. У Игоря случился инсульт и он на много месяцев попал в больницу. А за это время аферисты обработали его старенькую мать. Они сразу документы забрали, а я ничего не знал. Мама вскоре умерла. Игорь после больницы вернулся домой. Но за время его отсутствия мошенники переоформили квартиру на себя по документам, которые получили от матери. Я вышел в магазин, назад пришел, закрыли двери, замок не тот. И все. Теперь четыре года мужчина ходит по судам. Но пока все тщетно. Аферы с квартирами пенсионеров это целый криминальный бизнес, в котором часто задействованы соцработники, правоохранители, нотариусы, брокеры и врачи. К примеру, за взятку старого человека могут признать психически нездоровым и назначить ему опекуна. Целые компании ведут охоту за пожилыми жертвами и соблазняют стариков заключить договор пожизненного содержания. Вот только нередко пенсионеры остаются и без содержания, и без крыши над головой. Фируза Бегматова, Владимир Дедов, подробности недели, телеканал Интер. Очередная акция протеста прошла сегодня возле офиса агентства по предотвращению коррупции. Напомню, именно этот орган должен проверять электронные декларации депутатов и чиновников, а также следить, чтобы в их деятельности и образе жизни не было нарушений закона. Активисты требовали проверить совмещение должностей Андреем Павелко, главы бюджетного комитета Верховной Рады и одновременно главы Федерации Футбола Украины. По информации активистов, такое совмещение должностей позволяет присваивать десятки миллионов гривен, выделенных на строительство футбольных полей. Эти факты уже расследуют НАБУ. Не дивлячись на то, что Павелко является народным депутатом от правительства партии, мы все-таки добиваемся того, чтобы любой коррупционер в этой стране и любой особи, которая на такой высокой посаде допускает конфликт интересов и использования этого конфликта интересов в своих потребах, чтобы такая особа была притягнена до ответственности. Мы собрались тут, чтобы поддержать НАЗК, потому что мы считаем, что Павелко действует и поэтому дело о его коррупции затримается уже на три месяца. Обстрелы на Донбассе не прекращаются. За минувшие сутки трое украинских солдат получили ранения. К счастью, обошлось без погибших. Горячее всего сейчас в Донецкой области. Там работает наш военный корреспондент Игорь Левенок. День на фронте в его материале. Морпехи нам рассказали, что боевики при таких обстрелах часто используют даже химические отравляющие вещества, поэтому у бойцов на этот случай всегда при себе есть марлевые повязки для защиты глаз и дыхательных путей. Разбирают ее, засыпают. Ну, тут есть такой, как называется, лейка. Эту лейку засыпают. Разобрали, смотрим, вот там хлорки насыпали. То бишь, если перемешка с кумулятивом прилетает и глаза выедает. По данным нашей разведки, у противника на этом направлении на днях произошла ротация. Возможно, этим и объясняется такая активность наемников. Они пристреливаются и даже сейчас вот со стороны врага время от времени раздаются одиночные выстрелы. Это работает снайпер. У них прошла ротация. Вот как раз перед перемирием мы тут немножко их поуменьшили их количество. У них, получается, прошла ротация. У них убрали их, появились даже чесенцы. Бойцы также говорят, что часто на той стороне слышат, как боевики ругаются и устраивают стрельбу между собой. Ну, а с какого перепугу другой человек будет стрелять в своего товарища по службе? Я думаю, тут должно быть какое-то серьезное изменение сознания. Очевидно, не медитация у них там в тренде. Особых иллюзий по поводу очередного перемирия наши солдаты не испытывают. Утверждают, что это период, когда на передовой сложнее всего. Мы как бы рады, нет вопросов. Но противник также рады, потому что мы не отвечаем на его вагоне. Вот и все. Вот так получается. Из Приазовья Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности недели телеканал Интер. Напряженная обстановка и непрекращающиеся обстрелы это школа для новой украинской армии. Не случайно ее считают одной из сильнейших в Европе. О том, как сейчас на фронте воспитывается будущая военная элита. Сюжет Ирины Баглай. Почти миллионная армия, четвертая в мире по вооружению и подготовке после США, России и Китая. Такое наследие получила Украина с обретением независимости. Но за последующие 10 лет ядерное оружие, оперативно-тактические ракетные комплексы, тяжелую авиацию отдали по доброй воле. А танки, артиллерию и боевые машины начали распродавать. А вместе с железом Украина теряла и кадры, и престиж военной профессии. Сокращение личного состава в 6 раз официально назвали оптимизацией. В таком состоянии наша армия столкнулась с российской агрессией в 14-м. Просто шел на работу мимо центра проходил утром мимо скажем так универмага и бруснички шел и машины подъезжали выгружались штепа приехала посмотрела люди расходитесь все закончится в тот же момент за ней вешали огромную вывеску Донецкой народной республики. Так на глазах у Александра боевики захватывали его родной Славянск. Тогда, говорит, большинство надеялись что это все несерьезно. Люди сходили как на цель посмотреть на вот это все. Да, рассчитывали что милиция разбудит но в тот момент когда милиция сдала все. И когда вокруг начали разрываться мины клоунада превратилась в оккупацию. Тогда совсем юного 20-летнего Сашу пытались заманить в ряды так называемых ополченцев. Пошли нам денег дадут нам тонну и все нет спасибо и тем более за что за ДНР которая якобы появилась Но Александр принял бесповоротное решение он выбрал Украину. Родился в Украине должен дочка родилась в Украине я якобы скажем так не меня якобы я считаю правильно государство Украины все я должен стоять за свое государство. И сменил профессию железнодорожника на профессию кадрового военного. Контрактника по-любому отправили захотел поехать в АТО. Офицер крымчанин Джамиль в свои 22 уже готов командовать батальоном. Его подразделение держит оборону в одной из самых горячих точек в Южном которые боевики методично превращают в руины. Если Саша уже свободно возвращается в родной Славянск то для Джамиля путь домой закрыт. Последний раз свое Крымское Черное море он видел в 16-м еще курсантом. Тогда на полуострове побывал подпольно. Я приховывал то, что я військовый очень хотелось домой попасть поэтому брехал как только можно. Армию Джамиль выбрал еще до войны. Мы вдыхнули всегда что-то изменить что-то не лучше. Подвиг этих совсем юных офицеров в том, что они шли на фронт уже осознавая всю угрозу говорит командир Джамиля. Это очень мотивованный офицер. Валерий военный который помнит армию в первые дни независимости на фронт отправился майором запаса и за 4 года прошел путь от взводного до комбрига. Ломая стереотипа советской армии он убежден ставку нужно делать на молодых офицеров которые станут новой армейской элитой. Они свой досвид службы в Збройных силах отримают сам на войне. Я не думаю что может быть какие-то обмежения в связи с 25, 26, 21, 30 лет. Ни в каком разе это не должно приниматься за основу подчас расследования на высшестоящие посады. В подчинении 22-летнего Олега бойцы которые в отцы ему годятся. После курсантской парты он сразу оказался в окопах. За плечами молодого офицера много успешных боев. Говорит военный должен быть еще и психологом. Знания как поводится с людьми отримать людей, поддерживать их, переконять что все будет доброе. Солдат это основной элемент. Солдат он будет и наш добро быт. Мы как офицеры мы должны улучшить для него все условия. Отражать атаки приходится и в тылу. Не раз в их адреса сыпались угрозы с оккупированных территорий от бывших товарищей. Некоторые находили в соцсетях писали там все семья твоей будет ханатом. Угрожали. У Джамиля ситуация сложнее. Его семья в аннексированном Крыму. С одного боку боюсь, но с другим я понимаю, что есть какие-то этичные нормы. Я же не боевик. Я офицером регулярной армии. Если я воюю и противоваться, это не означает, что нужно чипать миссии. Но пока их семья это боевые побратимы, которые не всегда возвращаются после боя. не важнее. Напевно, что загибли своих людей. Тих людей, которые ты знал. Ирина Баглай, Марьяна Бурякова, Андрей Костюк. Подробности недели телеканал Интер. Политический тайфун по имени Дональд Трамп переместился в Лондон. Американский президент продолжает свое европейское турне и визит в Британию не менее скандальный, чем на континент, где Трамп участвовал в саммите НАТО и сделал его самым сложным за последние десятилетия. Как британцы реагируют на новые критические и даже обидные замечания Трампа, знает Светлана Чернецкая. Спустя полтора года после приглашения американский борт номер один приземляется в Лондоне. Но с первых же минут понятно, его тут ждут не особо. По традиции президента США встречает премьер, но Трампа у Трампа ждет лишь посол Америки и замминистра иностранных дел Великобритании. А это то, чего не услышит и не увидит американский президент. Ведь резиденцию посла, где останавливается глава Белого дома отгородили таким высоченным забором. Его и за полчаса не обойти. Да, у Трампа есть право приезжать сюда, у Терезы Мэй есть право его приветствовать, а у нас есть право сказать ему, что он нам не нравится. Протесты сопровождают Трампа в каждой точке маршрута, но в отгороженной реальности главы Белого дома все визиты по плану. Вчера вечером он и его супруга Мелания стали почетными гостями на приеме у премьера. Оркестр, красная дорожка все это потуги пустить пыль в глаза, ведь вместо премьера возле Трампа должна была бы стоять ее величество королева в Букингемском дворце. Но из-за опасений протестов визит главы Белого дома понизили с государственного до рабочего, а значит не будет поездки Лондоном в позолоченной карете, выступления в парламенте и встречи с министрами. Они опять держатся за руки, как и во время визита Терезы Мэй в Белый дом. Британский премьер была первым иностранным лидером, навестившим Дональда Трампа после инаугурации. Мэй мило улыбается гостью, не подозревая, что в эти минуты к выпуску готовится газета The Sun с разгромным интервью американского президента. В нем он восхваляет экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона и говорит, что тот будет прекрасным премьером и сетует на плохой подход Терезы Мэй к Брэкзиту. Я бы сделал это совершенно по-другому. На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она меня не послушалась. Терезе Мэй не единожды приходилось публично не соглашаться с Трампом, но сегодня, принимая его в резиденции, говорила только о позитиве. Соединенные Штаты наш самый давний и самый основательный партнер по вопросу обороны и безопасности. Мы вчера вместе ужинали, и наши отношения никогда не были так хороши, как прошлой ночью. Мы говорили час, даже полтора, и это было нечто. Хорошую мину приходится держать обоим лидерам. Две страны действительно стратегические союзники. Так сложилось, что для Британии отношения с США важнее всех остальных. Точно так же и для США. Но в случае этого президента большую роль играют личные отношения лидеров. И пока не видно особой химии между ними. А в то время, пока Трамп и Мэй беседовали, в Лондоне зарождалась буря. Утро началось с этого воздушного шара. Его запустили прямо напротив Биг Бена. Главу Белого дома изобразили ребенком. Это воплощение английского юмора. Впрочем, не думаю, что Трамп поймет. А дальше тысячи людей наводнили Лондон. Это самая масштабная акция протеста против Трампа. Демонстрации поменьше проходят по всей стране. Традиционно британцы очень тепло относятся к американским президентам. Подтверждение тому статуя Джорджа Вашингтона на Трафальгарской площади или же вот этот памятник Аврааму Линкольну здесь, напротив парламента. С другой стороны, это и не первый протест против приезда лидера США. В 2003-м тысячи британцев высказали свое недовольствие Джорджу Бушу-младшему. Правда, тогда протестовали против войны в Ираке. Сейчас же против самой личности американского президента. Ее величество все же решило встретиться с Дональдом Трампом на чай в загородной резиденции в Виндзорском замке. А вечером Трамп на два дня отправится в Шотландию в собственный гольф-клуб. И уже оттуда в понедельник улетит в Хельсинки на встречу с Путиным. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности недели, Британское бюро телеканала Интер. Любопытно, что такое поведение Трампа плохо воспринимают и сами американцы. На фоне его эпатажности растет ностальгия по президентству Барака Обамы. 44% американцев назвали Обаму лучшим президентом. Сравните с показателем Трампа. Всего 19%. Даже Джона Кеннеди, хотя он возглавлял США еще в 60-е годы, назвали лучшим президентом аж 12% граждан. На фоне таких лестных оценок для очень либеральных президентов можно понять, почему в современной Америке приживаются вещи, которые у нас пока даже трудно представить. Например, легализация марихуаны. Уже в десятках американских штатов каннабис легален как минимум для применения в медицине. Звучит вроде бы сомнительно, но по факту это индустрия, которая ежегодно зарабатывает для США миллиарды долларов. Как это работает и кто на этом зарабатывает, выяснял Дмитрий Анопченко. Не так давно за это можно было и в тюрьму загреметь, а теперь раскурить косячок в порядке вещей. 20 штатов разрешили марихуану в медицинских целях, 10 полностью легализировали. В этой десятке смелых и столичный округ Колумбия, в котором всем, кто старше 21-го, официально разрешено и употреблять, и выращивать коноплю. Ограничения есть, конечно, но откровенно смешное. К примеру, посадить можно не больше трех сортов. Всего в пяти километрах от Белого дома появилась плантация, которую ее владельцы в шутку называют Зеленым домом. Самая крупная в Вашингтоне. На территории заброшенного склада теперь заросли каннабиса. Вовремя поймав волну, травяные бизнесмены вмиг стали миллионерами, ведь продают свой урожай по 7 тысяч долларов за килограмм. Тут уверены, лучше работать, как они, легально, а своими запретами власти, мол, только наркодилеров поддерживают. Если бы не программа по легализации травы с возможностью честно платить налоги, то черный рынок только развивался бы и процветал. А сейчас и мы выращиваем, и люди потихоньку выращивают. Но понемногу, это еще мягко сказано, после того, как каннабис перестал быть запрещенным, а штат за штатом отменяют ограничения, этот бизнес набирает обороты. Ведь соседи теперь не позвонят в полицию, учуя в запах, все теперь легально. В Калифорнии, прославившейся в свое время золотой лихорадкой, теперь лихорадка конопляная. И даже визитную карточку Лос-Анджелеса шутники как-то изменили, переделав Холливуд в Холливит, божественная травка. Тут действительно самые лояльные правила и магазины, пусть неуютные и обшарпанные, но покупатели к дизайну равнодушны, больше эффектом интересуются. Вставит не по-детски. И запах какой великолепный, бриз с островов. Среди завсегдата и в таких лавочах хватает и пожилых людей. Поколение 60-х хочет вспомнить молодость, но среднему покупателю от 30 до 40. Это же так восхитительно, люблю травку. Мы позвонили сюда, спросили, что у них есть в продаже легально ли это. И вот смотрим, такой выбор большой, так прикольно. Если в этой стране продают алкоголь, то почему бы не продавать и марихуану? Не обязательно легализировать все подряд наркотики, но траву люди ведь все равно давно уже курят. С тяжелыми наркотиками и был связан основной аргумент противников легализации. Мол, после марихуаны потом пересаживаются на кокаин и крэк, и все это ведет к зависимости. Но глава департамента здравоохранения штату Нью-Йорк недавно публично заявил, дескать, это миф. Мол, новые исследования этого не подтвердили. Еще одним аргументом были опасения роста преступности, но в тех штатах, где марихуану уже разрешили, показатели не очень-то изменились. Зато появилась другая проблема. ДТП со смертельным исходом, такие как это, когда водители всех четырех машин хорошенько покурили перед тем, как сесть за руль. Полицейским пришлось перепрофилироваться. Джон Хернандес работал в розыске, но теперь он конопляный коп, ежедневно выезжает в рейд, какая-то из магистрали перекрывается на 15-20 минут, и каждого водителя просят притормозить возле офицера. Задаю простые вопросы и мне что-то отвечают, а я в этот момент смотрю, ощущается ли что-то в дыхании и что там с глазами. Если почувствую неладное, будем проводить дальнейшую проверку. Нет, ну так через минуту едут себе дальше. При всем разнообразии алкотестов, средства, чтобы проверить, курил ли водитель, для американской полиции еще только разрабатывают. Вот и приходится действовать так, как в Америке в принципе не принято определять на глаз. К примеру, просить водителей ровно пройтись по разделительной полосе у многих не получается. Говорите, покурили, чтобы нервы успокоить? А что же вы с такими нервами за руль-то сели? С теми, кто попался, поступают жестко. Ведь, несмотря на легализацию марихуаны, садиться за руль обкуренным серьезное преступление. Сейчас, когда это все уже легально, люди постоянно в непонятках. Уверены, что могут везти машину, раз марихуана теперь разрешена. И это не отговорки. Люди действительно не понимают последствий, покурив на радостях. Но тенденцию даже полицейскими рейдами не переломить. Бизнес на марихуане огромные деньги и для тех, кто им занимается, и для бюджета. Налоги-стравки огромные, и власти с радостью подсчитывают барыши, сколько средств соберут с продаж. Есть даже штаты, где только за счет налогов с марихуаны полностью школы финансируют. А значит, готовы на многое закрыть глаза. А в Америке уже и вино из конопли выпустили, и ресторанчики открываются, такие как этот, где марихуану почти в каждое блюдо добавляют. От пирожков до супа и десерта. Люди же не обязательно любят курить. А тут уже все готово, да еще и вкусно. Очень простой способ получить тот же эффект. Администрацию Трампа происходящее откровенно пугает. Его команда, в том числе и генпрокурор, люди консервативные, но и местные власти, и Конгресс за легализацию. И в условиях постоянных скандалов по поводу и без повода ссориться с сенаторами еще из-за конопли в Белом доме явно не станут. Непонятно, зайдут ли на Капитолийском холме так далеко, но сторонники легализации теперь вынашивают идею принять в Сенате резолюцию, а разрешение марихуаны в масштабах всей страны. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Это были подробности недели. Мы вместе с политиками уходим в отпуск и встретимся с вами уже в новом сезоне. Пока же, прощаясь, напоминаю, сразу после короткой рекламы мы покажем полностью интервью с президентом Украины Петром Порошенко. Не пропустите. Продолжение следует...